Вот какой-то импульс, он распространяется от локации к локации, то есть как волна идет, то есть все остается на своих местах, но как бы вот эти изменения среды, они вот это волны. А почему сингулярность? Потому что это эффект высоких скоростей, близких скорости света, а электрон движется с близкой скоростью света, и вот эта сфера, она электронная, она не существует в небесах, ее можно нарисовать на небесах и убедить человека поверить в это с помощью блокчейн-технологии, что это предмет. Но сама эта сфера, она находится в памяти компьютера, это электроны. То есть это электроны образуют какое-то вот вещество, которое как-то вот собой моделируется компьютером. То есть компьютер снимает информацию самого человеческого, как энцефалограмма. Вот. И вот это энцефалога солярис, вот, и какие-то волны вот этой вот, не то что разумности, но что это сфера, это поверхность, разум где-то внутри. А это вот его, как бы такая обыденная проекция, эмоциональная. И вот, как бы это что-то, вот эти волны. И, безусловно, эти волны, значит, на космических скоростях, они складываются, вступают в противофазу, в резонанс. То есть, оно совершенно очевидно, что при определенном усилии они могут создать сингулярность, и тогда сфера повалит сам себя, выращивает наизнанку. В этот момент вот сфера рушится, и сразу перехожу ко второму вопросу. Почему она рушится? Потому что происходит новое обобщение. Сама сфера, когда она понята, когда она ощущается, когда она стала частью жизни, она сама используется в качестве нового элемента для нового обобщения. Ну, это разрушение. То есть, это рассыпание на осколки, на вот эти первые элементы ощущений, эти рухнувшие небеса, артефакты. Потому что картина – это застывшее ощущение. То есть, это как бы следы, артефакты исчезнувшей цивилизации. Ну, хорошо, здесь сейчас все стало прозрачно. А индивидуально у тебя было разрушение, ты говоришь, что человек… И не один раз. Вот, я просто со временем понял, что… Человека почему-то… То есть, ты дальше общаешь, что и у людей это может происходить. Ну, это с тобой понятно. Нет, в этом ничего аккалиптического нет. Это естественный процесс. Плоскость картины точно так же испытала дефолт разрушения. И после разрушения эти первые элементы высвобождаются, и возникает хаос. То есть, сама жизнь занимается подбором вариантов майнингом. То есть, сфера – это такой арткоин, как биткоин. Ну, вот, если вот в сфере художественного опыта – это такой арткоин. Вот она возникла, она понятна, она зафиксирована. Вот подобной сферой, ну, тогда ее называли плоскостностью. Не плоскость, а плоскостность, как принцип. Вот. Была вот подживописная абстракция. Но она сразу же разрушилась. Значит, из этих элементов возник постмодернизм. Поверхностно понятый постмодернизм привел к контемпораре. Осмысление контемпораре, или как бы про чувствование, про ощущение его, оно привело вот к этой сфере. Ну, то есть, много путей, которые приводят к сфере. Это вот некий такой, как бы, этап, блок, блок познания. А затем он, ну, когда он познан, он, так сказать, тоже становится новым элементом. Ищется пятый элемент. Мне кажется, скоро как-то про Рая рухнет, потому что, по-моему, как-то всех достало. Нет, такое ощущение? Ну, наверное, здесь я всех достал. С похоронами контемпораре. Люди реагируют очень, очень агрессивно, реагируют на вот то, что я сказал. Вот, был разговор совершенно случайный, в случайном месте. Такой есть известный в Москве, успешный, известный, успешный коллекционер. У него свой музей есть. Не буду рекламировать этот музей. Единственное, что, конечно, мое уважение, оно основано на том, что в основном он развивает идеи, которые я слышал в 80-х годах от Тимура Новикова. Хоть я с ним, с Тимуром и не соглашался, мы спорили, взаимодействовали. Но это мысль была. И я вот вижу, как бы, вот, ну, как бы, я не знаю, фанфик этой мысли. То есть, ну, это можно уважать. Вот, но, как бы, с ним вот возник спор. Значит, контемпорария – искусство, а арт-блокчейн – не искусство. Хорошо, почему? Потому что арт-блокчейн – это бессмысленный хайп, это пустые разговоры ни о чем. Кураторское искусство – не искусство, то есть, актуальное. Потому что это тоже пустые разговоры. То есть, это мышление придумывает какие-то хитрые обманные ходы, как у того художника Боба Кошелохова. Как-то вот разгром мастерской с ним был связан, моей. Потому что потом все нашли на этой Пушкинской, через много-много лет. Когда все умирать стали, то и картины нашлись какие-то, и краски нашли, все нашлось. Как-то вот это было связано с Пушкинской. Вот. И... То есть, пустой, бессмысленный хайп. А искусство – что-то другое. Ну, хорошо. А почему тогда контемпорария искусства? Это тот же самый хайп, это фрик-арт. Это игра, ну, не искусство фрика, или не арт-фрика, а искусство ва-фрика. То есть, такое, как бы, стёб. Ну, вот я Тимура лучше знаю, чем он. Я хорошо знаю, мы много спорили, разговаривали. Стебали друг друга. Он меня стебал, я его стебал. Он даже вот один мой проект реализовал. Я как-то пошутил в ответ на его шутку, что твои картины, по сути, это фотография музея, ну, туристическая фотография музея, купленная в киоске этого музея и выставленная в этом музее. Такая мета-рекурсия. Он это всё реализовал, он сделал в Русском музее такой выставки. Единственное, что добавил такой, ну, он в своём стиле, там, как бы, такое вот огромное, такое золотое полотно, парчёвое, такой кич. А в центре такая маленькая открытка с видом Русского музея. Ну, там другие были проекты. В основном, конечно, обстебывал нашу компанию. Вот меня однажды обстебал выставка «Авангард на заборе». Он попросил поучаствовать, нарисовал детский кораблик по линейке, повесил на заборе. И получилось, что это выставка «Детский кораблик на заборе». Ну, он такой был. Ну, и вот, в общем-то, контемпорария, оно вот развивает его идеи, но если у Тимура был намёк на что-то большее, то, как бы, этот намёк, вот он исчез, и всё-таки вот в поверхностные признаки превратился. Но, тем не менее, вот это существует. Вот. И, как бы, на мой взгляд, это в этом московском контемпорарии, в питерском, всё в основном из Питера идёт, это вот такая игра в Африка, то есть игра в идиота, игра вот в этого таракана. Ну, то есть, как бы, вот... Ну, получается же, это, как правило, нужно только самим у этой усопки, потому что люди на это вообще не реагируют. Даже сам... Ну, вот Игорь мне говорил о том, что, значит, вот этот подтекст, смысл, который содержится в этой кичёвой форме, то есть фриковская форма, но там, как бы, есть некий подтекст, то есть некий стёб. Вот. Нет, ну стёб можно... Ну, я, честно говоря, не вижу. Вот стёб... Я не вижу, я... Нет, вот я ещё могу понять стёб, потому что, ну, скажем, ну, есть вот юмор там, пусть он там пошлый, ну, как-то люди смотрят, ну, стёб, да? Ну, всё это подтекст, когда мы не можем сказать открыто что-то, но с помощью игры слов мы проявляем что-то большее, да. Сейчас я вчера просто случайно увидел, там, например, какой-то известный выставляется художник, он вот эти статуи древнегреческие известные, да, он их превращает в обыденные, ну, там, какой-то, этот, геракл с пузиком, там, цвет меняет. Ну, то есть вот, ну, как бы, не знаю, вот это... Ну... Понятно, что это всегда идёт какая-то философия, что вы хотите сказать... Нет, философия – это Янис Кунелис, арты Павера, то есть бедное искусство, когда он брал старые тряпки, ну, по сути, с помойки, и, значит, делал из них огромные инсталляции, то есть очень красиво. Или, да, или вот смотри, допустим, выставочный зал и кладовка. Ну, какая-то дверь, дверь снимается, получается ниша. И пустой выставочный зал, и в этом выставочном зале свалены античные статуи. То есть, ну, это метафора нашей жизни. То есть, вот оно, контемпораре, а, как бы, старое искусство, оно, вот, ну, сдано. Ну, есть таких, ну, можно таких много... Нет, Янис Кунелис – это искусство, а это вот то, о чем ты сказал, я не знаю, это надо видеть, то есть ощущать, не на словах. Но, скорее всего, если доверять твоим ощущениям, которые ты выразил словами, скорее всего, это просто кич. Просто кич и все. Я к чему, что вот я был, допустим, на выставке современного искусства, да, там, ну, кирпичи какие-то разбросанные, какие-нибудь там, непонятные какие-то объекты, там, смешное что-то такое, да, там. Ну, у меня было такое ощущение, что вот я сейчас соберусь, вот, спору своих товарищей, да, бы за вечер придумал 100 таких выставок. Ну, видишь, ты копирайтер и... Просто у нас не будет средств привести забор, который пробит пулями, там, там, не знаю, с это... Там, с Абхазией, а еще откуда-то, да? Ну, есть вещи, которые просто затратны, или там китайцы привез дом, свой дом, и выложил себе вещи. Да, вот ты говоришь о вот этом феномене, то есть, контемпорария не монолит, есть кураторское искусство, но кураторское искусство, то есть, вот эта сфера контемпорария, то есть, сфера социальных игр, и эти социальные игры, то есть, вот эти, как бы, формы волны, может быть, разные, то есть, можно выстраивать пирамиду, то есть, вот на этой сфере есть какие-то точки ясности, То есть кто-то меньше, менее четко понимает ситуацию, кто-то более четко, у кого-то харизма есть, у кого-то нет. И вот эта харизма, раз о Марке не заговорили, она сразу выстраивает некую пирамиду. То есть есть сказка про успешного коллекционера, есть те, кто верит в эту сказку, то есть такая пирамида. А есть волны такие вот молодежные, вот как ты говоришь, они просто все сметают, они хаотически вот носятся, сметают эти сферы. То есть там тоже много разных вот симметрий вот этой игры социальности. Хорошо, там много симметрий, я согласен, много вариантов. Но какими бы они ни были, все равно нахождение вот этого нулевого блока первоощущения, оно все равно обрушивает эту сферу. И неважно, это музей или вот эта тусовка, они одинаковы. Все-таки человек испытывает некую какую-то внутреннюю трагедию, вот это ощущение того, что нельзя выразить, что он присутствует, какая-то драматичность, так или иначе она в искусстве каким-то образом отражалась. А сейчас все сводится поверхностным схемам. Нет, не только сводится. Вот я как раз призываю не считать зрителя идиотом, вот, а все-таки в картине, все, что есть в картине, есть пространство картины. И, да, и, значит, новый подход к пространству картины, он связан с способностью человека к новому восприятию пространства. Вот. И контемпорария, оно просто игнорирует это вот все. А тут просто, как бы, ответ такой, просто говорить полным языком, неупрощенным. Ну, вот, смотри, сейчас взять у тебя пример, да, вот после того, как я тебя три дня послушал, я начинаю так вот как-то воспринимать. Но вот если я бы пришел к улице, я бы не отличил тебя от контемпорария. Ну, многие не отличают. Вернее, отличают тем, что в определенный момент проявляется некоторый дефект, то есть всегда либо ломают, рушат мои выставки, то есть просто вот Академия художеств там эти разорвала, значит, в Солнечногорске, здесь недалеко была выставка. Молодые ребята, стрит-танцоры с железными нервами, у них перформанс в галерее, то есть такая выставка. Они в галерее ставят стол, напиваются, говорят в своих подростковых темах, до блевотины. А зрители, посетители выставки, они все это смотрят, это нудятину, чтобы дождаться финала, как они проблюются, будут там ползать. Ну, тут железные нервы должны быть. А не выдержали, не выдержали. Они все равно стали крушить, ломать картины. Галерейщики, они, ну, не знаю, как черт ладана боятся этих картин. Музеи выключают микрофт, стоит что-то вот сказать или показать, выключаются микрофт. То есть все, никому ничего, никакого смысла нет. Ты выходишь, ты выходишь, сразу говоришь про небеса рухнули, но это, что, ну, сразу, ну, как зац, ты не затрагиваешь. Ну, а вот выставка в чистом поле, которую ты снимал, это рухнувшие небеса. То есть вот они, галерейные выставки какие-то, они там, то есть это у них рухнули небеса, просто они этого не признают. Понятно, но это сложно им объяснить. Но это позор для галерейщика, позор, когда выставка, которая мариновалась там какое-то количество времени, которая монтировалась, демонтировалась, там какие-то кураторы приглашались, не приглашались. А потом вопрос, а на чем я это заработаю, а зачем ты вообще за это брался? Она просто выводится в чистое поле и оставляется там. То есть живи в своем муравейнике и как бы вот, и будь муравьем, это твое право. Но только искусство здесь тогда, оно вот в этом. То есть это вот этот недостающий элемент. Да вот, надо, кстати, съездить будет по весне, посмотреть. Осталось то, что, да, скорее всего, ничего не осталось. Я думаю, растащили, там эти поселки, это же параллельно этому... Я просто выхрячу, это себя разумеется. Рублевско-Успермскому шоссе, только рядом. Смотри, для сторонних наблюдателей даже вывез, вот эта выставка там в поле, но вот так же будет вспоминать, как элемент всех многочисленных игр, которые... Ну, слушай, нет никакой цели, как бы, вот, отличаться, не отличаться. Нет, вот эта вот, понимаешь, поверхностность, она всего лишь, как бы, одна ось координат. То есть она есть, от нее никуда не уйти, это обыденность. От нее не уйти. Задача, то есть и какую форму ни сделай, она все равно будет восприниматься как антепрария. То есть любой объект отбрасывает тень. Но это может быть картонная обманка, дурилка картонная. Она может отбрасывать точно такую же тень, которая сделана для того, чтобы отбросить тень, там, и все. А это может быть сам объект. И вот здесь как раз новым измерением пространства является, вот, не знаю, можно сказать, то есть обретение духовного опыта. И это обретение, оно связано с таким постоянным обобщением собственных представлений. То есть собственная история искусства. То есть собственная обобщение. Накапливается ощущение, нет, ощущение накапливается, ощущение, да. Их что-то рождает, столкновение, встречение. Ну, сама жизнь рождает, сама жизнь. Ну, сейчас более-менее прозрачно, еще хочу, там, точнее, тоже было немножко не совсем понятно. Ты начинал говорить, вот, Лакан, там, у него было воображение, там, что-то реальность, иллюзии. Давай я тебе изложу теорию Лакана. Нет, нет, не Лакан, Лакан это это. Дальше ты начал рассказывать про дискуссию. Я не понял, для чего это вот это. Ну, так вроде понятно. Это структура, сфера, оно, ну, как я для себя, для себя разобрался, ну, это, это интересно только искусственному интеллекту. Ну, то есть, по сути, это вот изобретение из искусственного интеллекта. Вот, а после того, как сфера трюкнула, то есть, в необходимости развития этой теории отпала, потому что она интересна только, вот. А, Александр, там, вернись к этому примеру. Нет, я расскажу, да, я расскажу, сейчас, я расскажу немножко про Лакана, но я хочу сказать, что очень мало настоящих философов рождается, очень мало. И Лакан, безусловно, один из таких философов, не имеет никакого значения, что он говорит. Имеет значение только, как он говорит. И, безусловно, если взять книгу на непонятном языке, каком-нибудь там древнем мертвом языке, который просто не понять, и просто долго смотреть на нее, то знание, которое в ней заключено, оно все равно придет, то есть, мы его ощутим. То есть, если оно там содержится, оно найдет способ прийти. И настоящая философия, она вся такая, она не то, что иносказательная, это такой, как бы, путь по лабиринту, где все еще и заминировано. Потому что, как только произносит слово, значит, это слово отсылает к каким-то значениям. А эти значения, они приводят к контемпораре. То есть, как пройти вот по этому минному полю. Вот поэтому это талант, это харизма. И когда философ говорит, не надо слушать, что он говорит. Надо просто воспринимать, как бы, его, как речь на иностранном языке. Я тебе пришлю ссылку на ролик Лакана и на ролик Ричарда Рорти. Вот, посмотри, не знаю, насколько можно использовать вот в фильме, не знаю, у кого-то спрашивают разрешение, какие-то права есть, нет, не знаю ничего. Вот, ну, сказать, сказать об этом можно, запрещено, значит, зрители могут посмотреть сами, можно дать ссылку. Вот, Лакан. Лакан никогда ничего не записывал. Он только говорил. И не буду о его исследовании говорить, об особенностях, только суть. Суть вот его исследования. Надо очень напрячь мозг, чтобы увидеть это все в его словах. То есть, те книги, которые написаны, это книги, которые записывали его слушатели. Что они писали, что они поняли. Совершенно непредсказуемо. То есть, надо просто слушать Лакана на французском языке. Лекции эти есть. Хотел вытянуться. Лакана на французском языке. Л Phil же это работает. Лекция. Лекция.